В кулуарах Мажелиса журналисты спросили заместителя премьер-министра, министра финансов Ерлана Жумаубаева о расследовании фактов коррупции на границе с Китаем и их возможной связи с семьей первого президента. По его словам, президент дал поручение навести порядок в таможенной сфере. В этой связи нами было выявлено очень много нарушений, признался чиновник. В прошлом году около 50 миллиардов тенге было взыскано. Ранее Генпрокуратура Казахстана сообщала, что факты уклонения от уплаты таможенных платежей и недостоверного декларирования товаров нанесли государству ущерб 165 миллиардов тенге. В числе компаний, которые фигурировали в сообщении Генпрокуратуры, была указана транспортная фирма Group of the Companies TDA, соучредителем которой значится Анипа Назарбаева. Ее персональные данные совпадают с данными сестры бывшего президента страны. Кроме того, различные СМИ в разные годы писали, что Болат Назарбаев, брат экс-президента, контролирует весь товаропоток на казахстанско-китайской границе. Издание KZ.expert в 2019 году отмечало, что родной брат Ельбасе де-факто контролирует международный центр приграничного сотрудничества Харгос. Независимого подтверждения этой информации нет. Позже президент страны Токаев поручил Генпрокуратуре и Минфину навести порядок на таможне с Китаем, заявив, что в этом кроется большой потенциал повышения дохода бюджета. Бардак там известен. Машины не досматриваются, налоги не платятся. Существует некий уполномоченный оператор, имеющий статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет, сказал тогда президент. Токаев отметил, что в 2021 году разница между статданами о взаимной торговле с Китаем достигла 5,7 миллиардов долларов. Бауржан Шехмет Ахмедер Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Бауржан Шехмет Ахмедер Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.